Сейчас линии наши одинаковые, то есть длина наших линий одинаковая, я его ударил ножом, он мне ударил кулаком, но смотрите, вот теперь моя линия короче, его линия длиннее, это не значит, что он вообще до меня не достает, он просто длиннее до меня достает, а я короче, поэтому как бы он не бил, я ударю быстрее, и поэтому я бью противника и не парил в руку, то есть он взводит руку, я ушел в сторону и сразу бью, он тоже до меня достает, но его длина больше линии, чем моя длина доставания до него здесь, ножом, поэтому я быстрее заканчиваю удар, а удар даже летящий в меня, он прерывается ударом, когда он начинает сползать, и получается вот такое вот движение падает на пол, только в силу того, что моя линия короче, чем его линия доставания, и он эти две линии как раз и расплаживает, моя линия равна ручке, а его линия равна лапке, поэтому я быстрее ударил, чем он, начав одновременно, и это как раз смещение в угол и позволяет сделать, то есть даже если он вот здесь, я начну пятиться назад, ударный идет, я начну пятиться, то я увеличиваю расстояние от противника, и даже вот его эта рука, она имеет длиннее меня корпуса здесь, это если он будет бить этой рукой, но он же может продолжить бить этой, тогда наши линии станут равными, и он меня быстрее ударит, поэтому я не пячусь как бы просто назад, а ухожу вот сюда, и теперь смотрите, почему я бью в руку, почему я ношу удар в руку, потому что эта линия короче, чем вот линия доставания, и чем его удар до меня, и я даже если бью, то я бью навстречу, па, в руку, видите, то есть я опять использую короткую, вместо длинной линии, конечно хочется достать его аж сюда, но мне не надо его достать, я не успею быстрее ударить, чем он, потому что тогда я уравняю линии, понимаете, извините.